Немного существенных событий было на прошедшей неделе, но одно из них, конечно же, потрясло «Республику до глубины души», и я говорю о решении суда по вопросу акций башкирской содовой компании. Неожиданно для всех суд принял резкое и категорическое решение в отношении судьбы этого предприятия. Конкретно говоря, суд принял решение о том, что Росимуществу переходит 95,7% акций предприятия башкирской содовой компании, оставшийся незначительный пакет, видимо, распределен между мизерными частными собственниками. Теоретически суд оставил возможность частным акционерам, которые еще вчера владели, по сути, крупнейшим в мире предприятием по производству соды, возможность судиться с республиканскими властями о возврате дивидендов за последние годы. Также суд оставил возможным предъявить иск к башкирским властям за убытки, понесенные частными инвесторами вследствие незаконной приватизации БСК в 90-е годы. Но юристы оценивают вероятность такого события как минимальная. Ну и достаточно, наверное, сложно предположить, чтобы сейчас Черников, Пяткин и Харрисов решились на такой иск в том смысле, что им придется судиться не только с Хабировым, Хамитовым, но и с Рахимовым. Вряд ли у них что-то получится. А у тех, кто в те времена руководил этими процессами, наверняка имеются в рукавах кое-какие козыри. Что же теперь остается у Республики Башкортостан от БСК? Ведь еще недавно, еще вчера буквально, Республика владела 38% этого крупного предприятия, а теперь не владеет ничем. Но вот таков итог. Теперь Республика Башкортостан может коленопреклоненно просить федеральный центр, дать ей немножко акции в управление, потому что иначе завтра станет нечего кушать. Но это именно так. То есть именно просить, а федеральный центр или даст, или не даст. И скорее всего, конечно, не даст. Понимая нынешнее финансовое положение в стране, не время сейчас раздавать даже в пользование вот такие лакомые куски. У Рекфонда, например, может не хватить средств на компенсацию тех дивидендов, которые акционеры могут потребовать вернуть у Республики Башкортостан. Что же будет тогда? Вот если денег у Рекфонда не хватит, а у него, конечно, не хватит денег, то эти трое частников теоретически будут вправе потребовать себе в собственности активы крупных башкирских предприятий, например, Башкер Автодора, Совхоза Алексеевский, издательского дома Башкортостана и так далее. Что тоже ударит по финансовому положению Республики Башкортостан. То есть, подводя промежуточный итог этого суда, можно сказать, что он свершился по формуле федералам вершки, а Башкирии корешки. А теперь возникают нюансы. Вот когда федералы войдут в БСК, а они туда войдут, я уверен, резко и очень быстро. Вспомните, как происходил так называемый перехват управления в Башнефте, когда в черных микроавтобусах резко подъехали к дверям ребята в черных одеждах и масках. Многие из них вместо авторучек и калькуляторов в руках имели автоматы Калашникова. И таким образом Игорь Иванович Сечин произвел так называемый перехват управления, когда отобрали Башнефть. Примерно такой же сценарий наверняка ждет сейчас и БСК. И когда специалисты Росимущества войдут внутрь компании, войдут в бухгалтерию, войдут во все финансовые процессы, вот здесь их, конечно, ждет очень много интересного. Когда федеральные бухгалтера войдут в бухгалтерию СОДы и БСК, тогда им, конечно, откроется очень много интересного. Откроется очень много загадочных платежей, схем и всяких таких событий. И всякие, например, платежи на 10 миллионов долларов, которые свершились в момент соединения Каустика и СОДы и прочее, и прочее. Да ну мало ли еще всяких забавных вещей может быть в бухгалтерии на тот момент частного, крупнейшего в мире предприятия с гигантскими оборотами. А теперь многие из этих действий вполне себе могут быть интерпретированы как преступление. Любая покупка елочки для стерлитомагской мэрии может быть интерпретирована как нецелевое расходование средств и так далее. Что мы имеем в итоге, в окончательном итоге на данный момент? Конечно же, никто не будет оспаривать всерьез подобные решения, то есть и вот Росимущество теперь стало владельцем БСК. Маловероятно, что что-нибудь достанется Башкирии. Как итог мы видим, что Хабиров и его команда просто проиграли крупнейшее предприятие, крупнейшего налогоплательщика и крупнейший источник дивидендов для республики Башкортостан. Фактически, ребятки сыграли в игру и продулись. Конечно же, автором и исполнителем этого позора и провала был господин Седякин, который дирижировал все эти истории. И господин Мурзагулов, который обеспечивал всякие переговорные процессы и реализацию некоторых из этих процессов. Ну и на подхвате там были Барданов, Кельсинбаев и Абдрахманов. Но это уже такие вторичные исполнители, которые там просто организовывали, а Барданов, например, даже на своей машине привозил туда каких-то активистов. В общем, вот это их результат. Москва, увидев неспособность управлять региональной властью, управлять крупным активом, неспособность договориться ни с активистами, ни с собственниками предприятия, совершила очень резкое, очень такое демоническое движение, лишив всех всего. То есть и Харрисов, и Черников, и Пяткин лишились своего главного актива, Башкирия лишилась 38% крупнейшего предприятия и дивидендов, а Москва обрела вот это крупное предприятие, на данный момент очень рентабельное, очень хорошо работающее на самом деле. Сырьевую проблему, я думаю, теперь решат и значительно более простым путем. Кстати, будет любопытно посмотреть, каков взгляд иных специалистов на эту сырьевую проблему и как это все будет делаться. А мы, да, остаемся у разбитого корыта, мы остаемся в положении просящих, и мы лишились одного из последних крупных активов Республики Башкортостан. У нас осталось уже совсем почти ничего. Аэропорт и еще немножко уже более мелких предприятий. БСК был самым крупным активом. Произведя настолько радикальные изменения в структуре собственности БСК, Москва дала понять, что к любому бунту со стороны частников будет относиться с максимальной жестокостью, а к неспособности местных властей решить проблему будет относиться с не меньшей резкостью в том смысле, что будет лишать возможности зарабатывать и получать. Напомню, что дивиденды от БСК не напрямую поступали в бюджет Республики Башкортостан, что было бы правильно, а поступали вот в этот вот наш загадочный и почти неконтролируемый регфонд, из которого потом распределялось там на всякие добрые дела. Не всегда в интересах Республики Башкортостан и ее жителей, но всегда под руководством Высшего управления, Высшего руководства Республики. Я уже опубликовал в социальных сетях приглашение, которое мне пришло поучаствовать в совещании по вопросам урегулирования тарифов на отопление в Уфе и Республике. Отчасти я сам инициировал это собрание в том смысле, что декларировал вот эту идею о том, что нужно собираться и вообще обсуждать эту кризисную тему. И вот 2 декабря состоялось это заседание, оно было в актовом зале Гильдии адвокатов. К моему величайшему облегчению это не было собранием СПЧ, потому что подавляющее большинство участников этого странного органа мне видеть неприятно и неинтересно. И вот, к счастью, их там не было. Достаточно полноценно были представлены стороны интересентов, то есть было министерство ЖКХ в лице замминистра Шенгареева, был комитет по тарифам, был комитет по жилнадзору, прокуратура. Были трое представителей СПЧ, Барабаш, Валеев и Беляков, ну собственно люди более или менее имеющие отношение к этому вопросу. Ну и вот меня Грешного тоже туда пригласили. Я, честно скажу, только слушал. Единственный вопрос я задал прокуратуре, как бы вот по существу и в общем-то особенно не отсвечивал. Я не эксперт по отоплению, я пытаюсь вникать вот в эти вопросы и слушать умных людей. Честно сказать, вот это собрание произвело на меня гнетущее впечатление. Ну, начнем с того, что замминистра Шенгареев, самый крупный чиновник, который был на этом совещании, все совещание провел в состоянии какого-то глубочайшего презрения к собравшимся. То есть он всем своим видом показывал, что он делает величайшее одолжение, что он туда пришел и как бы вот тут, значит, слушает Наумкина и вот это движение СтопБаш РТС. Наумкин, кстати говоря, рассказал очень много интересного и важного. В частности, Владимир Наумкин сообщил о том, что в Уфе процветает фальсификация данных теплощетчиков. Вот это для меня было новостью. Наумкин посчитал и утверждает, что вот эта история с коэффициентом в 1,5, который был отменен, нанесла ущерб жителям города в 835 миллионов рублей. Также господин Наумкин утверждает, что по данным поставщиков объем потребления тепла домами превышает физически возможные объемы. Это говорит о том, что в дома поставляется тепла, по данным поставщиков, естественно, больше, чем дом, в принципе, мог бы себе потребить. И вот эта ситуация массовая. То есть это речь идет о каких-то очень широких фальсификациях данных и, естественно, фальсификации платежек. Прокуратура сделала интересные заявления на этом совещании. Она сообщила, что с одной стороны вот этот коэффициент в 1,5 был введен незаконно, они это подтверждают. Но при этом прокуратура утверждает, что никакого ущерба жителям введением этого коэффициента нанесено не было. И плата, по сути, не повысилась. Вы будете заниматься признанием вот этого коэффициента незаконным? Будете ли заниматься тем, что впоследствии введения этого коэффициента привлекли за собой ущерб для граждан? И будете ли вырабатывать методику возмещения этого ущерба? Это основной вопрос, который сейчас задают люди. Будут ли возвращать деньги незаконно, начисленные при помощи этого коэффициента? Очень простой правовой вопрос. Прокуратура этим будет заниматься или не будет? Законность о коэффициенте, она уже дана в нашем протесте. То есть он признан незаконно? Да, рассмотрим. Отлично. Коллизия будет устранена, сейчас органами власти принимаются меры, в том числе во взаимодействии с федеральными органами власти. По вопросу возврата и перерасчета этот вопрос ставиться не будет. Исходя из, как Госкомитет нам пояснил, имиджи КХ, в годовом исчислении граждане не переплатили. И потребление тепловой энергии и совокупный платеж граждан за отопление удовольствия не поменялся. Вы проверяли тезис Министерства жилищного коммунистического хозяйства о том, что он не увеличился? Да, проверяли. Прокуратура стоит жестко на стороне Министерства ЖКХ, заявляя, что совокупная плата за весь год осталась той же самой, просто ее перераспределили на 8 месяцев. Вот это вопрос чисто арифметический. Вы можете посмотреть в платежки своего, вот этого периода, в платежки прошлого года и сравнить. Учитывайте, что теоретически платежи могли вырасти не больше, чем на 3,6%. Это то самое повышение ежегодное, которое происходит. К слову сказать, вот на этом совещании я узнал, что примерно 5 тысяч домов в республике, многоквартирных домов не оборудовано счетчиками теплоснабжения. И при этом интересный факт, что на самом деле к концу 2020 года по закону все дома в Российской Федерации должны быть оснащены счетчиками теплоснабжения. В Башкирии этого не случится. Министерство ЖКХ республики написало письмо в Москву с просьбой не применять этот порядок к республике. И вроде как им даже разрешили это сделать. То есть мы, нам опять разрешили не выполнять федеральное законодательство, соответственно не учитывать правильно тепло. Вообще я делаю глобальный вывод о том, что вот этот бардак и нарушение с оплатой за отопление исключительно выгодны поставщикам тепловой энергии. Наумкин даже предположил о том, что на самом деле оплачивается тепловой энергией у нас в республике больше, чем производится. А это абсолютное мошенничество. Ну и собственно я конечно пришел к очень печальному выводу. Слушая вот этих чиновников, как они с пеной у рта защищали свою позицию, что они все делают правильно и больше ничего сделать нельзя. Особенно меня поразил ответ Шенгареева, заместительный министр ЖКХ, на вопрос Барабашева. Он спрашивает, а как изменится тариф в 2021 году на отопление? А Шенгареев говорит, а я не знаю. То есть целый замминистра сидит и говорит, я не знаю как они изменятся. Что там Москва придумает? Ну Барабаш спрашивает, хорошо. А если Москва ничего не придумает, то останется все как сейчас. Тариф изменится? А Шенгареев говорит, а я не знаю. Это говорит о том, что человек не только не владеет ситуацией и вопросом, а еще и темнит. Потому что самым простейшим ответом было бы, наверное, то, что если федеральных изменений не произойдет, то у нас и в республике не произойдет изменений. Но здесь нет. Шенгареев даже этого сказать не может. Он боится, видимо, навредить дальнейшим действиям, которые они планируют и скрывают сейчас от нас. Судя по всему, нас просто тупо ждет действительно повышение цен на отопление жилья, причем существенное. Что же делать? Я на самом деле не знаю, что с этим делать. Я знаю, что бесполезно с этими товарищами вот так вот разговаривать, сидя за столом и глядеть на их кислые рожи в плане того, что они нас презирают и считают с нисхождением, что они пришли к нам сюда посидеть с нами в одном помещении. Я считаю, что только массовый и консолидированный отказ от платежей со стороны жителей сможет немножко отрезвить вот эту публику и дать им понять, за чей счет они существуют и жируют. Вот после этого, может быть, после этой встряски, тогда да, тогда они поймут. То есть, если вдруг консолидирована большая часть населения перестанет платить за ЧКХ, а к этому, собственно, идет, вот тогда эти теплоснабженцы, наверное, придут в себя и начнут разговаривать. Субтитры сделал DimaTorzok Вы нам очень этим помогаете. Безумное спасибо всем, кто помогает каналу материально. Нам, в принципе, эта помощь нужна всегда, потому что затраты и расходы есть всегда. Всегда нужно что-то обновлять, что-то ремонтировать, покупать и так далее. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайте друзей. Всех ждем. В воскресенье стрим. Заходите, поговорим. Ну, сколько можно о грустном. Новый год приближается, праздники на носу. Давайте поговорим о веселом. В частности, я хочу поговорить о том, что прошедшая неделя прошла под каким-то совершенно маскарадным налетом. В том смысле, что бесконечно в интернете появлялись картинки, на которых наши высшие чиновники республики щеголяют в этих своих новых косоворотках, в этих косоворотах-пиджаках, зипунах, как только их не называют. Собственно, на прошедшей неделе стало известно вообще, что это значит. Модельер, который отшивает вот эти косовороты и пиджаки, рассказал нам о том, что, оказывается, это не просто какой-то дефект или какая-то кривая идея. На самом деле, вот этот вот ворот, который вот как-то вот так, да, и вообще все там вот как-то вот так, это для того, чтобы удобнее и сподручнее было на лошади скакать. Прямо скажем, это кардинальное изменение ситуации. То есть, мы-то думали всякое разное, а это, оказывается, кавалерийская одежда. Тут же, безусловно, появились предположения, что, наверное, Ради Фаритович формирует некое кавалерийское подразделение из самых приближенных своих соратников, и, возможно, они куда-то готовятся, как говорится, скакать далеко-далеко. Но это надежды юноши и питают. Может быть, и будет, но не скоро. Давайте поговорим об ином. Вообще, смысл вот этого всего совершенно непонятен. Выделение особо своих из своих при помощи какой-то униформы – это, конечно, идея совершенно не новая. Она существовала там и в Третьем Рейхе, и в Северной Корее, и в Древнем Риме. То есть, какой-нибудь особый существенный эпулет, какую-нибудь, значит, витьеватую застежку или вот этот косой ворот. Все вот эти вот замечательные знаки различия, они должны выделять новую аристократию в толпе, чтобы издалека было видно, как идет вот сюзерен, землевладелец, рабовладелец и аристократ, какой-нибудь Барданов, значит. И вот все должны кланяться. Ну, тут приходит на ум, конечно, и фильм «Кинзадза», вот эти вот цветные штаны с различием по иерархии и так далее, и так далее. Все это, конечно, безумно смешно, если бы не было на самом деле пугающим. Потому что настолько примитивная маркировка людей по принципу «свой-чужой», она уже, ну, как сказать, вызывает некую синкразию и некое беспокойство. Ну, ладно, бог с нему, хочется вот ребяткам играть в какие-то такие вот, честно сказать, примитивные игры. Там заказывают они в каком-то особом ателье, это все там по 60 тысяч за сюртук, как выяснилось, и дороже там, видимо, ну, разного рода пуговки, там подороже, подешевле. И вот при том, что на Алиэкспрессе подобные френчи продаются там за 2,5 тысячи рублей и, кстати говоря, выглядят поприличнее. Ну, вот эти вот предпочитают в каком-то своем элитном ателье одеваться. Но, повторюсь, важно здесь все не по форме, а по сути. А по сути ради хабиров начинают делить людей на сорта, вот маркируя их вот этими пиджаками и давая возможность, значит, кому-то выделяться, значит, при помощи одежды. Ну, апофеозом, конечно, всей этой истории, всей этой, значит, конной гвардии были фотографии о том, как Сидякин пришел поздравлять Хабирова с днем юриста. И вот он был почему-то в брюках, там, таких плохеньких, видимо, из Зары брючного костюма, а сверху у него был вот этот вот армяк, сюртук, я не знаю, как это называется, но он был другого цвета. То есть, это вот какой-то был совершенно петушиный наряд. И рядом с ним стояла девица в, очевидно, кавалерийских сапогах. Ну, смешно, ребят, ну не позорьте нас, потому что это же как-то вот, ну, везде, это же сейчас же информатизация такая очень мощная. Сейчас эти фотографии разбежались по всему интернету, и вот это вот глава администрации целого региона, да, и вот в таком вот виде. То есть, это не не утренник детский, это не маскарад, это не Хэллоуин, это вот официальное мероприятие, человек вот официально пришел так одевшись. Ну, и, естественно, Ахмадинуров не отстает, который поверх этого кавалерийского армяка, фотографируясь в Москве на каком-то мероприятии, еще нацепил и белую бабочку. Как он не нацепил на себя папаху и саблю, я удивляюсь, но, видимо, у него их отобрали в последний момент. Многие спрашивают, почему меня это прямо вот так вот беспокоит, и что я прицепился к этим армякам и к этим сюртукам. На самом деле происходит довольно странная и страшная вещь. Для власти, в принципе, нет ничего более страшного, чем стать смешной, чем стать посмешищем. Власть может ошибаться, заблуждаться, совершать ошибки и даже воровать. Я имею в виду, это так было и есть и будет, наверное, всегда в той или иной степени. Но власть в глазах населения не должна быть смешной. Как только над ней начнут смеяться, вот нивелирование влияния власти и вообще воздействие на общественный порядок и на все, что происходит на территории, будет резко падать. Вот сейчас мы попали в ситуацию, когда над республиканскими властями уже ржут в голос. Вот с этими вот армяками, с этими, значит, свой-чужой и прочими штучками, которые нам бесконечно поставляются из Белого дома. Власть в республике Башкортостан теряет авторитет с какой-то космической скоростью. И я напомню свой тезис, о котором упоминал в интернете на прошедшей неделе, и это будет некий анонс. Я получил довольно обширный документ из администрации президента России, который описывает общественно-политическую ситуацию в республике Башкортостан. Последний период это довольно такое внятное и длинное исследование. Я в отдельном выпуске расскажу, почему я получил это исследование. Так вот, упоминая его, я хочу отметить, что за прошедшие 8 месяцев авторитет доверия Хабирова упали по опросам, которые провела администрация президента России. Так вот, доверие к Хабирову упало на 24%. На 3% в месяц падало это доверие. Вот пока эти ребята веселились и обрежались в эти сюртуки по 60 тысяч рублей, доверие к Хабирову падало на 3% каждый месяц. Но подробнее я расскажу на неделе отдельно про этот документ, он стоит того. На прошлой неделе в моем эфире на Эхе Москвы Руслан Валиев как-то так с какой-то непонятной подколкой упомянул, что я не принимаю участие в суде, в судебном процессе господина Сидякина против меня. На самом деле это не так. И тут я, задумавшись, понял, что действительно всю информацию об этом суде я получаю либо из газеты «Коммерсант», либо от господина Валиева. И, собственно, в последнее время у меня нет оснований доверять Руслану. И, соответственно, я вдруг забеспокоился, а все ли так, как они мне рассказывают, я имею в виду «Коммерсанта» и «Руслана». Руслан мне про какие-то экспертизы поведал, а вообще существуют они или нет. Дело в том, что бестолковые юристы господина Сидякина, они не удосужились даже изучить изменения в законодательстве, которые произошли в последнее время. Дело в том, что с недавних пор истец обязан извещать ответчика и направлять ему исковое заявление. Адвокаты, юристы Сидякина просто тупо об этом не знают. Я не знаю, набирал он их там по объявлению на Авито или кто-то ему там сосватал этих юристов. Ну, в общем, вот такая история. Александр Геннадьевич, если вам не сложно, вы мне как-нибудь пришлите этот иск, я хочу его в оригинале прочитать, не со слов Валеева, который что-то в последнее время себя очень подозрительно ведет. И не по словам «Коммерсанта», который об этом упоминает, а вот прям напрямую, как положено по закону. Александр Геннадьевич, ну, крайняк, если уж совсем жалко денег на марку, я понимаю, там в бутике тяжелые времена, адрес знаете, принесете. Вот, ну, в общем, надо исполнять требования законодательства, вот с этим судом все так смешно и весело, что вот так вот. Ну, и не экономьте уж на юристах, Александр Геннадьевич, давайте всерьез, прямо вот как бы, как вы обещали, да. В общем, жду я от вас иска, чтобы принять полноценное участие во всем этом судебном разбирательстве, повеселимся от души. Субтитры создавал DimaTorzok